Всем привет, вы на канале Давай Как Есть, с вами Андрей И сегодня я сходил, ну на самом деле это не сегодня, это было на той неделе Но я не успел записать, поэтому буду говорить как будто от сегодня Нет, от этой недели Как же я люблю эти недели, на которых нет громких премьер И в которых нужно реально покопаться в картотеке, чтобы понять, что же мне смотреть сегодня И как же мне повезло, что на этот раз мне и в кино-то не пришлось идти Я вам скажу, что это можно посмотреть на таких специальных сайтов, которые, конечно же, запрещены повсюду Но все-таки оно там есть Я посмотрел Дитя-робота, которое прекрасно было переведено вот с этого сочетания букв Так вот, на самом деле название вполне себе отличное Разве что могла возникнуть путаница с картиной Ана-Ароновского мамы После глобальной катастрофы, которую нам не показали, но тем не менее мы узнаем, что человечество вымерло И запустился протокол воссоздания человечества в бункере под землей Робот-гуманоид Борис Фу, фу, нет, нет, все, уйди, уйди, уйди А робот по имени Мать На самом деле, я сразу скажу, в этом фильме вообще нет имен Поэтому все персонажи, которые нам встретятся на пути, они имеют только, как это называется, опознавательное обозначение То есть мать, дочь и женщина Мать выращивает из пробирки дитя, которого впоследствии мы будем звать дочь И надо сказать, что она вполне окружена теплом и уютом Всем тем, что может дать ему уют робота И, как показывает практика, это вполне даже нормально По картинке нет никаких проблем у них Она вполне заменяет ей настоящую мать И дает свое тепло даже специальными там нашивками Все показано, все очень круто продумано Но ее мир резко меняется, когда на пороге бункера оказывается еще одна женщина В исполнении Хилари Свонн Подозрение, которое ты испытываешь в ходе наращивания атмосферного давления Которое просто изо всех щелей начинает сочиться И ты вместе с героем переживаешь все, что там происходит Все то, как ее маятник веры склоняется то в одну, то в другую сторону Это просто радость наблюдать Я давно так не переживал за героев В какие-то моменты меня настолько пробивало на сопереживание Что я подсказывал ей ответы Я реально сидел и подшептывал Я такой думаю, ну фиг знает, хуже-то не будет, если я так Давай, 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 давай Нет, 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 нет И ведь робот-то громкий, мы его все время слышим Он начинает потихоньку нас пугать Так же, как герои, потому что Ну вот ты полностью погружаешься в то, что там происходит Тот гнет и детали, которые ты начинаешь замечать по ходу фильма Например, улыбка этого робота И вот когда вы будете смотреть этот фильм, вы поймете, о чем я говорю Там непростая улыбка, за ней не так просто следить Но это кайф, когда ты ее замечаешь И ты такой Вот оно, оно раскрылось прямо перед тобой И это очень классное чувство Я давно такого не испытывал в кино Очень круто Фильм по атмосфере напряжения наполнил мне Луну-2012 А также Игру Ну это же для совсем стариков Кто не смотрел, кстати, обязательно пересмотрите эти оба фильма Это, ну это что-то, нечто вообще Это в срезе лучших фильмов своего времени они точно будут По актерским работам хочется отметить великолепную работу Клары Ругар Ее актерская работа выводит вообще актерские работы молодых актеров на новый уровень Потому что то, что она вытворяет в кадре, ты полностью переживаешь все, что она делает И это ее дебют в большом кино, за что ей отдельные аплодисменты Хилари Суон, конечно же, неподражаемый, я ее люблю Она крутая актриса, мне нравится она Но, правда, единственное, что я могу с ней вспомнить, что меня прям сильно зацепило Это, конечно, моя малышка на миллион Отдельно хочется поговорить о Люке Хокере Потому что мы видели робота Бориса, представленного ранее в ролике Но то, что вытворяет Люк Возможно, это какая-то невидимая работа Ее сложно оценить вот настолько, насколько это вот хочется оценить Но все-таки это его движение, его мимика Хоть ее там, ну ее нет мимики Да и движение, по сути, ну допиленное Но все равно, только он это делает, это очень круто Особенность учесть то, что реально Борис и мама, они близкие По тому, как они были сделаны Ну, конечно, для кино его там подделали, подкрасили, еще что-то сделали Но все равно В целом это, по сути, одно и то же И то, насколько он убого выглядит в наших реалиях Искусственного интеллекта, то, насколько он великолепно выглядит там Особенно беготня Блин, да я сам очканул от этой беготни Это круто выглядит, очень круто Его работа отдельная, браво Бункер выполнен с любовью и добротой Видно, что все комнаты продуманы Все сделано очень хорошо И у тебя не возникает вопроса Как так, здесь такое тысячи людей запланировано Но когда они показывают бункер, он реально огромный И ты понимаешь, что там действительно можно разместить Ну, не все это количество людей, но определенное количество можно То есть нет ощущения того, что они находятся в двух сваренных гаражах А есть ощущение, что нереально на подземном бункере Одни, они одинокие Отсутствие звука и эхо в больших комнатах тоже добавляет атмосферы Короче, на эту вот тему очень прозаморочились Поэтому отдельные респекты всех, кто этим занимался Дебют режиссерский в кино с такого фильма Опять же, заметили? Опять дебют и опять круто Так же, как было в апгрейде Кто не смотрел, посмотрите ролик, он будет вот здесь Режиссер зовут Гранд Спютер, он австралиец И все те потрясающие пейзажи, которые мы видим Именно вот эти выжженные пустыни И все вот это нереально космическое Что мне напоминает вообще другую планету Оказывается, это Новая Зеландия Блин, вот что значит, что надо путешествовать людям Тратите все деньги на путешествия Потому что, ну вот такое хочется увидеть вживую Я когда это увидел, я реально хочу тебе туда попасть Это очень круто выглядит Идея развития искусственного интеллекта Как эволюционно-человеческая Мне очень нравится, объясню, что я имею ввиду Вот в моей голове, когда я думаю о развитии искусственного интеллекта Он развивается не так В моей голове он скорее как футурами развивается Это то есть он типа вначале он учится ходить Е2 на Е4 А потом знает все комбинации сразу То есть его умнение происходит мгновенно Чем больше знаний он получает, тем больше он напитывает И это все очень-очень быстро и очень стремительно И в конце он становится мегамозгом Ну то есть это очень быстро наступает Там буквально часы Как только он начал двигаться, он очень быстро достигает своего пика Тут же показана эволюция мозгов робота как человеческие То есть он действительно принимает какие-то решения, выводы Это тоже интересно Если в жизни когда-нибудь они сделают искусственный Они, заметьте, я всегда считаю, что я тупой И это всегда делают они Умные люди сделают искусственный интеллект Возможно он будет развиваться примерно так же Он будет получать какую-то информацию, обрабатывать И делать новые выводы Это очень круто И то, что здесь искусственный интеллект принимает такие решения На самом деле в этом что-то есть Я не буду раскрывать концовку, потому что она всем интересна будет, мне кажется Разве что скажу, что я не совсем ее понял Мне пришлось, например, погуглить комментарий режиссера И спросить моего любимого оператора, что он думает И он мне дал новую картину, что еще больше дополнило всю картину этого фильма Поэтому фильм обязательен к просмотру Я уже говорил, где его можно легко посмотреть Чтобы не было никаких проблем По 6,5-бальной шкале я ставлю ему 6 Возможно 6,25 Потому что, ну, вот все-таки чуть-чуть, на мой взгляд, не хватило жести Я бы хотел что-то чуть-чуть вот пожестче Хотя, ну, это все спорно Это субъективно И этот мой канал Я какое хочу мнение такое принимаю Поэтому 6,25 Фильм, кстати, вышел 2 года назад И так долго добирался до нас Опять же, как история с апгрейдом Поэтому, видите, можно даже на моем канале, так сказать, смотреть Что-то такое необычное, интересное Которое до нас доползает Советуйте, советуйте мой канал кому-то посмотреть Пожалуйста, распространяйте Ты знаете, я тут подумал, что я не хочу тысячу просмотров Я хочу миллион просмотров, вот, я понял свою цель Я хочу миллион просмотров, чтобы на одном ролике был хотя бы миллион просмотров Вот это я решил Просто у тебя уже тысяча есть Ну да, тысяча у меня уже есть Но теперь я хочу миллион! Всем спасибо, это был канал Давай Как Есть С вами Андрей Я буду всегда здесь Сейчас будем пилить побольше роликов Потому что мой оператор научил меня делать такие крутые штуки Что я буду теперь ему помогать И мы будем расширять только все, что мы делаем Подписывайтесь, ставьте лайки Будет опросник здесь какой-нибудь, наверное Потому что сейчас все говорят У нас есть опросник, я еще ни разу его не включал Но так как это буду монтировать не я Наверное, Ваня сделает какой-то опрос Опрос будет, ну, в стиле, что больше, новинки, что-то старое, возможно, русское Потому что, судя по тому, как принимают ролики на моем канале Русское, вроде как, даже всем интереснее Хотя мне всегда казалось, что русское Ну, есть же Евген, который делает русское Нахрена я отсмотреть А вот необычное мнение по новинкам Ну, вот, я думал, что это у меня Хотя за мое необычное мнение Я смотрю, дизлайков у меня прилично за это отвешивают Пока! Субтитры создавал DimaTorzok